В эфире телерадио компания Шибекина. В студии Виктория Кирьянова. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске. Ряд мероприятий, посвященных памятной дате освобождения Шибекина, прошли в нашем городе. Первый открытый турнир по хоккею с шайбой прошел на ледовой арене «Айсберг». Торжественное награждение конкурса «Учитель года-2014» состоялось во Дворце культуры. А теперь об этих и других новостях подробнее. Выездное совещание при главе администрации Шибекинского района с участием глав администрации поселений состоялось на прошлой неделе. О вопросах, рассмотренных на совещании, расскажут наши корреспонденты. 4 февраля в зале администрации Шибекинского района состоялось совещание при главе администрации Шибекинского района с участием глав администрации городского и сельских поселений. В мероприятии приняли участие заместители главы, председатели комитетов, начальники управления администрации Шибекинского района. Провел совещание глава администрации Шибекинского района Алексей Николаевич Калашников. В ходе совещания были рассмотрены вопросы, включенные в повестку дня. О мерах безопасности при использовании природного газа в условиях резкого понижения температуры с информацией выступил Анатолий Тимофеевич Светличный, директор филиала Шибекинское объединение по эксплуатации газового хозяйства, открытого акционерного общества «Белгородоблгаз». По второму вопросу с информацией о причинах и условиях роста дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и принимаемых мерах по обеспечению безопасности дорожного движения выступил Дмитрий Викторович Халтурин, начальник ОГИБДД ОМВД России по Шибекинскому району и городу Шибекина. Об оснащении и эксплуатации хоккейных коробок Шибекинского района представил промежуточную информацию Сергей Валерьевич Белоусов, начальник управления физической культуры и спорта администрации Шибекинского района. Подвел итоги совещания глава администрации Шибекинского района Алексей Николаевич Калашников. 9 февраля 1943 года наш город был освобожден от фашистских захватчиков. У братской могилы по улице Московской прошел митинг-реквием, там каждый был героем. Подробности в следующем репортаже. В этот день у братской могилы собрались жители города, чтобы почтить память воинов, погибших, защищая нашу малую родину. В почетном карауле стояли курсанты военно-патриотического клуба «Русичи». Звучала траурная музыка. Затем была объявлена общегородская минута молчания. Митинг, посвященный дню освобождения города от фашистских захватчиков, открыл Алексей Николаевич Калашников, глава администрации Шибекинского района. 9 февраля 1943 года, день освобождения нашего любимого города от немецко-фашистских захватчиков. Освобождение города нам далось в те времена дорогой ценой. Ценой жизни 66 советских солдат и офицеров. Все они похоронены на территории города в пяти братских маилах. Мы чтим память о них, мы чтим память об 11,5 тысяч солдат, не вернувшихся домой с полей сражений. Мы безмерно благодарны тем людям, которые освободили наш город от немецких захватчиков. Ко всем собравшимся обратился Федор Васильевич Тарасов, председатель муниципального совета Шибекинского района. Сегодня мы низко склоняем голову перед теми, кто прошел это пекло войны, остался жив, освободив мир от фашистской чумы. Сегодня мы обязательно вспомним и дадим дань уважения тем людям, которые послевоенные годы восстанавливали наш город от разрухи, строили заводы, строили дома, делали все для того, чтобы наш город видел сегодня процветающим, красивым и уютным. Затем взял слово глава администрации города Шибекина, секретарь шибекинского местного отделения партии «Единая Россия» Артем Александрович Кириченко. Уважаемые шибекицы, примите искренние поздравления с замечательным праздником, с днем освобождения города Шибекина от фашистских захватчиков. Чем дальше от нас 9 февраля 1943 года, тем сильнее мы ощущаем значимость тех событий. 71 год назад бойцы 472 полка 100-й стрелковой дивизии под командованием генерала Верхоровича освободили наш город от немецкого игр. Я еще раз поздравляю всех с праздником, с днем освобождения города. Продолжил митинг Виталий Михайлович Пищальченко, начальник отдела военного комиссариата Белгородской области по Шибекинскому району и городу Шибекина, который еще раз напомнил, какие тяжелые испытания пришлось пройти нашим солдатам и офицерам. В этот день мы преклоняем головы перед ветеранами, вспоминаем тех, кто ценой собственной жизнью на фронте, в тылу приближал победу. Ко всем шибекинцам обратился благочинный шибекинского округа протеерей Петр Иванов. Господь знает всех, Господь знает всех живущих, Господь знает всех, кого нету сейчас с нами. И мы сегодня, сейчас вместе с вами обратимся к Нему, чтобы память о тех, о кого мы будем молиться, была у Него вечно. Протеерей Петр Иванов прочел заупокойную литию по погибшим воинам. Шибекинцы воздали дань светлой памяти, возложили цветы и венки к вечному огню. Шибекинцы воздали дань светлой памяти, возложили цветы и венки к вечному огню. Наша сестра собрал всех неравнодушных к истории нашего города в Малом зале Дворца культуры. Очевидцы делились воспоминаниями. В Малом зале Дворца культуры собрались те, кто не жалея сил, добыл победу. Те, кто весь опыт и энергию отдал восстановлению и развитию города и района. И совсем молодые люди, хранящие память о тех страшных днях. Более 40 лет назад в Шибекино был организован туристско-краеведческий клуб «Отчизна». В ходе поисков участниками клуба были собраны уникальные документы и воспоминания очевидцев. В 2012 году Николай Иванович Рожков собрал воедино всю информацию и представил ее на Ребендеровских чтениях. Впоследствии администрация города Шибекино поддержала тиражирование собранной книги Николая Ивановича. И сегодня у каждого шибекинца есть возможность узнать всю правду о событиях февраля 1943 года. Николай Иванович Рожков поделился фактами, описанными в книге. В одной из своих статей в военно-историческом журнале «Оброя за город Шибекино». Звали его Иванович Рожков, фамилия его Иванович Рожков. Он был помощником начальника штаба 472-го стрелкового полка. Он дал нам вот эту схему. И мне он нарисовал, когда мы были у него, он прямо в ходе рассказа рисовал вот эту схему. Я точно больше не понимаю. Выступления очевидцев чередовались с вокальными номерами артистов вокальной студии «Звуки музыки». Александр Максимович Снобченко, участник Курской битвы, почетный гражданин Шибекинского района и города Шибекино, кавалер орденов Отечественной войны и Красной звезды, рассказал о доблести русского солдата. Уважаемый Иванович, спасибо тем, кто сегодня нас собрал. Мы хоть посмотрим друг на друга и вспомним, что в этот день, 9 февраля, освобожден наш город Шибекинский район. Кстати, 9 февраля, в один день и шибекинский район был освобожден город Курска, наш Белгород, областной центр. Доволеный и по 54-го года после восстановления армии. Что хочется сказать? Прежде всего, я горжусь своим поколением, поколением победителем. Я себя отношу к этому поколению целиком в городе. Яркими воспоминаниями о становлении города в послевоенные годы поделилась Ольга Михайловна Чередникова. Много теплых слов было сказано в адрес главы администрации города Шибекина Артема Александровича Кириченко, который сегодня делает все, чтобы наш город становился лучше, краше и уютнее. Конкурс песен военных лет прошел во Дворце культуры в пятый раз. Исполнители со всего района еще раз напомнили зрителям, что в песне наша память. Перед началом мероприятия все желающие могли отведать солдатскую кашу из полевой кухни, которую раздавали на площади Дворца культуры воспитанники военно-патриотического клуба «Русичи». Чуть позже в холле Дворца культуры была открыта фотовыставка «Под победным небом февраля», посвященная Дню освобождения Шибекина. На выставке представлены работы фотохудожников Владимира Зинкова, Оксаны Ворошко, Лилии Гоголевой, Ирины Журавлевой, Сергея Волкова и воспитанников молодежной телефотостудии Шибека. Пятый фестиваль песен военных лет в песне «Наша память» открыл Народный оркестр русских народных инструментов «Вереск» и солист Владислав Артеменко. В конкурсной программе приняли участие ребята трех возрастных категорий. Выступление оценивало квалифицированное жюри. В первую очередь учитывалось вокальное мастерство, а потом сценическая культура исполнителя и то, как артист прочувствовал исполняемое произведение. Каждый год фестиваль собирает истинных патриотов, которые с большой теплотой и благодарностью вспоминают людей, отстоявших страну. Зрители не скупились на овации. В этот день прозвучали песни военных лет, которые вызвали у собравшихся гордость за нашу шебекинскую землю. 22-е зимние Олимпийские игры в Сочи идут полным ходом. Копилка сборной России пополняется золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. Телерадиокомпания «Шебекина» присоединяется к поздравлениям и желает нашим спортсменам только побед. Торжественное награждение победителей конкурса «Учитель года-2014» состоялось в минувший четверг. Мероприятие, которое объединяет лучших в своей профессии, посетили наши корреспонденты. 6 февраля в Малом зале Дворца культуры прошла торжественная церемония закрытия районного конкурса «Учитель года-2014». В конкурсе приняли участие 9 творческих и инициативных учителей. Отрадно то, что среди конкурсантов не только молодые учителя, но и умудренные опытом педагоги. Участники соревновались в четырех этапах. Это защита педагогического опыта, учебное занятие, личный мастер-класс, а также разговор с обучающимися. Поздравила собравшихся Анна Михайловна Кочарова, председатель комитета социальной политики администрации Шебекинского района. Я от всей души хочу поздравить вас с этим, так сказать, праздником, праздником души, праздником вашего таланта. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, финансового благополучия, ну и, конечно же, отцепчивого учеников и благодарных родителей. Добрыми словами обратился протеерей Петр Иванов, благочинный Шебекинского церковного округа. С поздравлениями к собравшимся обратилась Галина Александровна Шаповалова, начальник управления образования администрации района. Каждый учитель, не просто педагог, наставник, воспитатель, ну в своем, так сказать, учительском условии. Каждый учитель – это живая связь поколений. Многие сидящие в зале, сами себе эту связь поколений связывают, чувствуют. И повседневно мы работаем так. Сначала мы сами стали участниками этого конкурса, наверное, было, и на сидящих в зале участвовали. Потом проходит несколько лет, и уже наши дети готовят этот конкурс у Бариса Викторовна, нашего ребенка, сопровождают его миром. И даже, друзья, у Наташи, как мне приятно было, вот мой ребенок, мой ученик. Сейчас она ведет конкурс. Ну, прямо, как она говорила, красиво, да, прочувствовала. По-учительски, выделяя каждое значимое слово, с логическими довериями, национальными. Прямо вот сижу и думаю, мы с вами в своих руках тешим судьбы страны. Поэтому, дорогие учителя, с праздником вас! Пусть именно учительское счастье составляет весомую долю вашей вдвоенности жизни. Под нескончаемые аплодисменты грамотами управления образованием, денежными сертификатами и памятными подарками наградили лауреатов и призеров конкурса. Победителем конкурса стала Ирина Александровна Кузнецова, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы номер 2. Это не первая победа Ирины. Также она является призером 4-го муниципального этапа всероссийского этапа конкурса «Воспитать человека». Я люблю свою профессию, люблю своих учеников. Они романтики, они искатели, они поэты, они друзья, они философы, они мечтатели, ученики, мои учителя. Традиционно в январе был проведен третий районный конкурс «Педагогический дебют», который стал стартом для профессионального роста молодых специалистов. Лауреатов и призеров конкурса поздравила Галина Александровна Шаповалова. Победителем в этом конкурсе стала Наталья Александровна Юдина, учитель физической культуры средней школы номер 1 с углубленным изучением отдельных предметов. В качестве подарка для педагогов прозвучали музыкальные композиции в исполнении лидера группы «Рок-парад» Сергея Хурсана. 25 февраля Белгородский государственный академический драматический театр имени Щепкина представит на Шебекинской сцене театральную постановку «Мещанин во дворянстве» Жанна Батиста Мольера. Режиссер-постановщик Валентин Варецкий представляет комедию в легком музыкально-драматическом жанре, выражает главную идею песнями и танцами, острыми положениями и яркими костюмами. Успех спектаклю принесла интерпретация классического текста автора. Спешите приобрести билеты в кассах Дворца культуры. Подробности по телефону 5-42-03. Первый открытый турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2004 года рождения, посвященный Дню освобождения города Шебекина от фашистских захватчиков, прошел 7 и 8 февраля. На открытии побывали наши корреспонденты. Любители хоккея с шайбой собрались на ледовой арене «Айсберг» для того, чтобы лицезреть состязания юных спортсменов. На торжественном турнире присутствовали глава администрации города Шебекина, секретарь политического совета местного отделения партии «Единая Россия» Артем Александрович Кириченко, председатель комитета социальной политики администрации Шебекинского района Анна Михайловна Кочерова, депутат городского собрания, начальник управления физической культуры и спорта администрации Шебекинского района, мастер спорта по боксу Сергей Валерьевич Белоусов. Ко всем собравшимся обратился Артем Александрович Кириченко. Добрый день, дорогие друзья, хоккеисты, родители, все зрители. Я рад приветствовать вас в многостепленной Шебекинской зиме. В течение 13-го года вы ждали замечательного события – это открытие ледовой аренды в Азии. Практически новогодний подарок всем Шебекинцам, всем зрителям нашего района, стал открытие нового великолепного спортивного объекта. Шебекинцам стремится стать сегодня, по-моему, спортивной столицей нашего города. И я рад, что в календаре спортивного предприятия этого года у вас есть путь им, посвященный ее освобождению города Шебекина и немецкой патчистой захватки. Вспоминать тех людей, которые освобождали город в годы Великой Отечественной войны и восстанавливали последствия. Юных участников турнира поприветствовала Анна Михайловна Кочарова. Добрый день, друзья, я хочу обратиться к вам. В первую очередь я хочу вас поблагодарить за то, что вы сегодня приехали в наш замечательный спортивный комплекс. Мы, как уже сказал Артем Александрович, мы только начинаем, а вы, я смотрю, вы уже профессионалы. Поэтому, спасибо, что приехали. Мы будем брать вас в пример. Наша эллипиадка будет учиться на вашем романте и будет стараться достичь результата. Но о том, что мы сегодня в день открытия эллипиады, пройдем в этот турнир, это символично, но говорим о том, что, а может быть, кто-то станет эллипийским чемпионом. Дай бог, чтобы так получилось. Радостным подарком для шебекинцев стал олимпийский факел, который вручил в торжественной обстановке главе администрации города Артему Александровичу Кириченко наш земляк Максим Алтухов. Ему выпала честь поучаствовать в эстафете Олимпийского огня. В честь открытия первого турнира по хоккею с шайбой прозвучал гимн Российской Федерации. Торжественная часть завершилась памятной фотографией. Легендарный вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица» и Владимир Преображенский выступят на сцене шебекинского модельного дворца культуры. 15 февраля в 18.00 вы окунетесь в атмосферу знакомых ритмов и любимых мелодий. В программе ансамбля только хиты. Не пропустите это грандиозное событие. Билеты уже в продаже. Телефон для справок 5-42-03. Районная молодежная акция «Свеча памяти» состоялась в нашем городе. Подробнее расскажет наш корреспондент Алексей Коновалов. Районная молодежная акция «Свеча памяти» – мероприятие новое, но обещающее быть традиционным. Вечером на площади модельного дворца культуры собрались жители нашего города, в сердцах которых теплится благодарность тем, кто в далеком 1943 году в лютый мороз завоевывал свободу потомкам. В память об участниках битвы в руках каждого присутствующего была свеча. Примечательным стало и то, что пришедшие выстроились в цифру 71. Ровно столько лет назад случились эти события. Далее участники акции последовали к памятнику освободителям, расположенному по улице Московской. Минута молчания, стройные ряды свечей у подножия. В сердце каждого звучало «Спасибо вам! Вы наши герои! Мы помним!» На этом наш выпуск завершен. Над его созданием работали Антон Ефременко, Лилия Гоголева, Иван Сомкин, Алексей Коновалов и Валентина Ягупова. Оставайтесь с нами! Субтитры создавал DimaTorzok